Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марина Вгородова и Михаила Эверстов и микрофону ведущей Саргалана Антонова. Раскрыть потенциал, проявить таланты и получить обратную связь от лучших экспертов в своей области. Это основные задачи молодёжного фестиваля «Мус Устар». Буквально неделя отделяет нас от событий 24 и 25 марта, когда в столице республики пройдёт финал уже третьего по счёту уникального проекта, который призван объединить молодёжь Якутии. Напомним, что в этом году фестиваль проходит под эгидой года педагога и наставников России и года труда в Якутии. В программе 12 направлений, среди которых спорт, кинематография и мультипликация, молодой педагог, добровольчество и другие. В данное время туры финальных конкурсов проходят уже в городе Якутске. Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем рассказывать о направлениях и конкурсах фестиваля «Мус Устар». Если в одной из наших программ мы встретились с победителем фестиваля «Мус Устар-2022» по направлению графика, а также главными организаторами вокального конкурса, то сегодня мы знакомимся с координаторами дирекции мероприятия. Итак, как идёт подготовка к мероприятиям? Что планируется провести? И какие призы получили победители конкурсов прошлого года? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы пригласили в студию прямого эфира координатора дирекции фестиваля «Мус Устар» по направлениям «Перспектива в познании», «Поколение профи. Воплощай и вдохновляй» Николая Тимофеевича Захарова. Добрый день. Добрый день. И координатора направлений «Мир цифровизации. Двигайся и достигай, создавай и играй» Айталину Сергеевну Дедюкину. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах для тем «Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, давайте начнём нашу беседу. Как идёт у нас подготовка по вашим направлениям? Николай, давайте начнём с вас. Да, давайте. Работа идёт полным ходом. И по моим направлениям, если говорить перспектива в познании, это молодые педагоги. Сегодня заявок более 300. Также у меня есть направление воплощай и вдохновляй. Это конкурс «Сулустар», конкурс «Хамуслитимя» и конкурс «Созвездие танца». Буквально вчера начали онлайн-голосование по конкурсу «Хамуслитимя», сегодня прошёл отбор на финал по конкурсу «Сулустар» и скоро начнётся финал конкурса «Созвездие танца». Если говорить о направлении поколения профи, то у нас более 200 заявок. И сегодня ещё мы поточнее расскажем, какая там программа выйдет. Итак, что сделано и над чем ещё идёт работа? На данный момент сделана очень большая работа организаторами. Если говорить о каждом направлении, то здесь организаторов насчитывается более 60 человек. Даже у направления поколения профи, там у нас есть и Министерство труда, и профсоюзы и так далее. Давайте подробнее поговорим по отдельным направлениям. Возьмём, к примеру, направление «Перспектива познания». Попросим нашего режиссёра включить видеоролик. Так, мы видим, как представители различных улусов нашей республики присылают свои заявки, заявляют о своём участии в фестивале «Мусустар». Ну что же, «Перспектива познания», муниципальные этапы, как мы знаем, уже прошли на местах. Сейчас команда уже готовит свои проекты по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Чего мы ждём на очном этапе? На очном этапе команды будут работать с разными хедлайнерами. Пригласили пять хедлайнеров всероссийского уровня. Это такие, как «Крысина любовь», «Коуч», есть ещё у нас лучший блогер России по направлению педагогики и так далее. На площадке они будут создавать различные проекты, также будут учиться писать правильно эти проекты. И в конце подведут итоги и выиграют, надеюсь, лучшие. Ну, я так понимаю, что в Якутск съехались ведь сильнейшие команды, они проходили предварительный этап заочный на местах. Да, на местах проводится отбор и выбирают по направлению. В педагогике будет шесть участников из каждого улуса. Это учителя начальных классов, это воспитатели детских садов, представители среднего профессионального образования и представители высшего образования. То есть вот такие требования предъявлялись, таким образом были сформированы команды. Да. Хорошо. Ну, конечно же, мы не забываем, что 2023 год у нас объявлен годом педагога и наставника. Сегодня в некоторых улусах республики, как мы знаем, уже функционируют и успешно работают ассоциации молодых педагогов. В конкурсе, как мы знаем, конечно же, сделан упор на учителей до 35 лет, поскольку у нас это молодежный фестиваль. А вот на ваш взгляд, как организатора, как педагога, я знаю, что вы сами тоже являетесь педагогом, да, может ли, на ваш взгляд, конкурс помочь объединиться молодым педагогам по всей республике? Конечно. Конечно. По направлению года педагога-наставника молодые педагоги-организаторы дали очень хорошую идею, которая воплотится на площадке в Триумфе. Молодые организаторы хотят снять видеопоздравления для педагогов-наставников. То есть на площадке Корнера, скажем, в Триумфе 25 марта с 3 до 6 часов будут снимать видеопоздравления для своих любимых учителей. А также, если говорить о взаимосвязи с другими педагогами, то планируется проведение такой интерактивности. То есть это такие игры, которые сплотят всех педагогов из разных улусов. А в вашем направлении, как я узнала, есть даже амбассадор, да? Вот по какому принципу выбирается этот человек и с какой целью? Очень интересный вопрос. Я предложил своим организаторам найти амбассадора и предложил свои заявки. И молодые педагоги очень активны, и даже такой вопрос они очень тщательно прорабатывают. Они предложили свои варианты, и после того, как у нас появился список из амбассадоров, они выбрали лучшего, и лучшим стал лучший учитель года. Давайте посмотрим как раз видеоролик на эту тему. Пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Иван. Работаю учителем физики Бердесятской областной гимназии. Также являюсь победителем республиканского этапа конкурса «Учитель года». Для меня большая честь стать амбассадором фестиваля «Мусу Стар-2023» по направлению молодых педагогов «Перспектива в познании», который, мне кажется, станет большой возможностью для получения современного качественного образования в нашей республике, и который даст большой импульс для развития не только педагогам, ведь когда педагог развивается, развиваются также и его ученики. Действительно, очень хорошее высказывание. Если человек развивается, то развиваются и его ученики. Хорошо. Какие мероприятия запланированы в рамках следующего направления? Это «Поколение профи». Да, про «Поколение профи» мы хотели отдельно поговорить. Сегодня только разговаривал с представителем Госкомитета занятости населения, и у них очень общая программа. Они 24 марта планируют единый день открытых дверей. То есть в каждом УЛУСе у нас есть филиалы комитета занятости, и они параллельно будут проводить информационную консультацию. Также у нас проводится по Министерству труда конкурс «Поколение профи», где выбирается из каждого УЛУСа два представителя рабочих профессий. А вообще в чем видится цель конкурса рабочих профессий? Почему именно рабочим профессиям стало уделяться вот такое большое внимание? Потому что молодежь сейчас почему-то думает, что есть работа, это айтишник программирования, учитель и так далее, и на рабочие профессии не обращают внимания. По-моему, именно такие конкурсы делают популярными такие профессии рабочие. Кстати, в программе тоже запланирован круглый стол. Какие вопросы здесь планируется рассмотреть? Какие самые главные проблемы планируется поднять? По круглому столу это организаторы профсоюза и собирают всех молодых представителей профсоюзов. У молодых представителей профсоюзов будут примерно одинаковые вопросы. Это по тому, как трудоустраиваться, как вести себя в каких-то различных случаях и какие плюсы или минусы есть в своих работах. Хорошо. Ну и, конечно, такой вопрос, который, я думаю, волнует очень многих наших телезрителей, радиослушателей. Что все-таки ждет победителей конкурса? Какие призы подготовлены? По победителям конкурсов? У всех конкурсов разные призы. Например, у конкурса «Поколение профи» победителям дают путевку на участие во всероссийском конкурсе охраны труда вот этого года. Если говорить о других площадках перспективов познания, там победителям дается денежный сертификат на энную сумму. Там первое, третье и второе место есть. По конкурсу «Солустар» идет, сейчас уже проводится, и там выигравшему дают 100 тысяч. То есть денежный приз. Но еще я слышала, что есть приз зрительских симпатий. Да, есть еще и приз зрительских симпатий. И в этом году дирекция фестиваля сделала уклон на пролонгированный приз. То есть приз, который поможет в будущем что-то сделать. Поэтому в моих направлениях в конкурсе «Созвездие танца» будут сопровождать в течение года выигравших победителей. Также педагоги дарят 36 возможностей, куда входят, например, повышение квалификации или сертификат на проведение мастер-классов, на снятие видеоролика Джолинга и так далее. То есть очень полезные призы, которые, несомненно, помогут, я думаю, в работе, в деятельности, может быть, в учебе, в продвижении тех людей, которые, собственно, и стали победителями. — Хорошо. В эти дни, как мы сказали, уже идут отборочные туры. По какому принципу соревнуются здесь? Каким образом выбирают сильнейших? Здесь либо это командные соревнования, либо, скажем, выбирают лидера по каким-то направлениям. — У всех по-разному. Сегодня я не говорил про конкурс «Созвездие танца». Там у них разделяются на сольные танцы и дуэтные танцы. И в этом году, как мы уже говорили, уклон идёт на год педагога-наставника и проводится очень много мастер-классов. И если говорить о победителях, там идёт отдельно приз для хореографа, отдельно приз для исполнителей. — То есть получается как раз наставнику, собственно, и ученику. — Да. — Хорошо. Очень интересные призы. А насчёт вокального конкурса «Солустар». Давайте обратимся к этому конкурсу. Вспомним, в прошлом году ведь были победители. Вот мне интересна судьба этих людей. После того, как они победили в конкурсе «Солустар», например, либо в других конкурсах по вашему направлению. Вот что им дала эта победа? — Алина Райдлян, победительница прошлого года «Солустар». Она из Алданского района. И я не скажу, что она стала суперзвездой, но как минимум участники «Мосолустар» её узнают. И у неё уже есть связи, которые нужны для звёзд. То есть они знают, куда обращаться, они знают, с кем работать, как проводится вообще всё это. И, скажем, это уже подготовленная звезда, которая имеет опыт участия на такого уровня конкурсе. — Вот конкурс «Солустар» я, наверное, из-за того, что мне интересна эта тема, очень тщательно слежу в Телеграме, ВКонтакте, например, смотрю, каким образом вообще проходит у них сам конкурс. Видела, как у них каждое утро начинается с распевки. То есть с ними занимаются специально преподаватели, которые дают какие-то познания в вокальном мастерстве. Затем с ними работают специалисты, которые учат их держаться на сцене. То есть это сценическое мастерство. Их учат уметь подавать себя. И я смотрю, как ребята действительно тянутся, как они постоянно находятся в таком напряжённом состоянии. Я думаю, что для вас сама атмосфера конкурса очень близка. Ведь вы в своё время тоже были конкурсантами. Расскажите, какой вообще сейчас настрой во время конкурсов? Как ребята себя ведут? С каким настроением они встают, идут на эти конкурсы? Какие-то стремления у них появляются? Вы правильно отметили, что я раньше участвовал. Я принимал участие три года назад. И принимал участие в конкурсе грантов. У меня был проект по цифровизации культурного наследия Долган. Я до сих пор работаю по этому проекту. И в запрещенной социальной сети веду страницу. Кроме этого, я сейчас стал координатором только потому, что в Якутске это, по-моему, самый масштабный конкурс, самый масштабный проект. И захотелось узнать, кто же проводит это и что же делает. То есть захотели узнать, как всё это изнутри, всю кухню? Всё это делается с участниками. К сожалению, у нас сейчас нет прямой связи, но мы на связи с организаторами. Сегодня мы проверяли площадки, где будут проводиться финалы. И встретились с участниками Сулустар. Сегодня как раз идёт полуфинал. Они такие красивые, заряженные, репетируют, волнуются. Уже итоги известны и известны финалисты, которые вы увидите на НВК «Саха». Но пока это сюрприз, пока вы не можете назвать их имена. Но тем не менее, я действительно с утра заглядывала в телеграмму и увидела, что ребята уже с раннего утра, прямо на распевке уже были все подготовлены. Они уже вошли в свой сценический образ и были уже практически готовы к вокальному конкурсу. И я видела даже отрывки выступлений некоторых из них. И могу сказать, что очень интересные выступления. Очень многие меня заинтересовали. Я думаю, это будет действительно очень зрелищное мероприятие, на которое мы ещё раз приглашаем молодёжь нашего города, республики. Финал пройдёт... 25 марта в Триумфе. Финальное мероприятие начинается не только в Триумфе. У нас планируется мероприятие, о котором я могу говорить, по-моему. На сквере матери у нас будет отдельный концерт для молодёжи и будет фестиваль воздушных смеев. Так, здорово. Да. Вы можете назвать время точное? Точное время, могу ошибиться, но планируется к 12 часам дня. Хорошо. То есть мы уже можем пригласить тех, кому интересно эта затея, прийти на сквер-матери и увидеть яркое красочное шоу с участием конкурсантов. Там конкурсантов именно соло-старт там будут, созвездные танцы там будут, и там же будут участники хомуст-эдеме. Хорошо. Ну вот, Николай, в своё время вы являлись участником конкурса. Какой совет вы можете дать тем, кто, может быть, не решился принять участие, думают, что рановато для них, или думают, что, может быть, у них не хватает ещё опыта наработанного, да, может быть, у них не совсем присутствует уверенность в своих силах и так далее? Совет. Главное, не бояться ничего и начинать что-то делать. Нас тоже заставили, кстати, идти на этот конкурс. Мы не по своему желанию пошли. В итоге я получил такой опыт и ещё стал победителем. И заставить себя – это самое главное. Главное – собрать свои силы, да, сконцентрироваться и заставить себя. Может быть, действительно, станете победителем. Может быть, не обязательно сразу начать с победы, начать с участия. По крайней мере, вот один из героев нашей прошлой передачи, он говорит, что начинал участником, целый год он готовился, и на следующий год он победил. И это уже результат. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор о грандиозном масштабном мероприятии для молодёжи нашей республики в республиканском фестивале «Мус Устар-2023». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Итак, сегодня мы говорим о событиях республиканского молодёжного фестиваля «Мус Устар», о его направлениях, а также о предстоящем финале. И сегодня у нас в гостях очень интересные собеседники. Это координатор дирекции фестиваля «Мус Устар» по направлениям перспектива в познании, поколении профи «Воплощай и вдохновляй» Николай Тимофеевич Захаров и координатор направлений «Мир цифровизации», «Двигайся и достигай», «Создавай и играй» Айталина Сергеевна Дидюкина. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах детям «Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните к нам в студию. Я уверена, что они непременно постараются на эти вопросы ответить. Итак, мы продолжаем рассказывать о направлениях молодежного фестиваля. И далее у нас спортивный трек. Попросим нашего режиссера включить ролик. Итак, спортивный трек «Двигайся и достигай» и молодежь Якутии. «Мы готовы» — это спортивные направления. Расскажите, пожалуйста, вообще, что сюда входит? Да, у нас в рамках направления «Двигайся и достигай» два конкурса. Первый конкурс — это ГТО «Готов к труду и обороне». И второй конкурс — это конкурс проектов, спортивных проектов, которые в будущем имеют потенциал развития в нашей республике. Если говорить про конкурс ГТО, то он сейчас... Сейчас прошли отборочные этапы по районам республики. Всего приняли участие около 27 районов. И участники, которые выиграли в своих отборочных этапах, они дальше идут на финал уже в городе Якутске, который состоится 24 июля в комплексе «50 лет победы». И в составе, если говорить про состав участников, то по конкурсу ГТО — это 4 человека, 2 девушки и 2 юноши. И требования к участию — это они должны иметь сертификат о бронзовом, серебрянном и золотом знаках по ГТО. То есть к соревнованиям допускаются люди, у которых есть значок. У которых уже есть значок, да. Кстати, вот у Самаила Маршака было такое стихотворение «Знак ГТО на груди у него, больше не знает о нём ничего, много в столице таких же значков, к славному подвигу каждый готов». Ну что же, это было хотя и во времена Советского Союза, но наличие значка на груди говорило о том, что действительно человек подкован в этой области, что он в любой момент может прийти на помощь, что он занимается спортом. Хорошо. И вот молодёжь Якутии, мы готовы. Это состязание самых сильных, ловких, быстрых чемпионов среди якутян. Вы можете нам сказать, что вообще мотивирует молодых людей на это соревнование? Ну, наши участники конкурса ГТО — это всесторонне развитые, физически развитые, активные молодые люди. Также конкурс проводится в целях формирования активной гражданской позиции и воспитания патриотического, гражданского патриотического воспитания. И наши участники, им должно быть, если говорить ещё раз про требования, то от 18 до 29 лет. То есть это наша молодёжь, которая имеет активные гражданские позиции и хорошие физические формы. Соревнования, как я знаю, являются командными, да? Какие вообще виды испытаний предстоит пройти конкурсантам? Да, это у нас различные виды испытаний, как челночный бег, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, также поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса на высокое перекладине у юношей и из низкой перекладины у девушек. И прыжки через нарты. И также в конце у них финиш беговой. Кто входит в состав судейской бригады? Кто вообще будет судить выступления ребят? Да, то есть наши судьи — это специалисты в области физической культуры, специалисты из центров тестирования ГТО, да? То есть люди, которые уже прошли повышение квалификации по ГТО. Что вообще говорит статистика? Вообще меняется ли, например, количество, география участников соревнований по ГТО? Да, каждый год, конечно, количество участников увеличивается. В этом году у нас 27 районов, среди которых 6 арктических районов приняли участие. И также можно сказать даже про финалистов прошлого года. Допустим, финалисты прошлого года — это участники из Вилюйского района. Они попали в сборную Вилюйского района и участвовали в различных спартакиадах, в конкурсах спортивных. То есть они уже свой потенциал дальше развивают. Войдя в состав уже практически взрослый, да? Да, уже войдя в состав. Хорошо. Давайте попросим нашего режиссера включить ролик по следующему направлению. Это мир цифровизации, мир IT. После 7 лет и 11 тысяч участников мы переходим на новый уровень. Теперь по всей России открытие нового сезона конкурса «Моя профессия IT-2023». С 1 марта тебя ждут более 30 хакатонов и ценные призы. Собери команду из трех человек и стань лучшим менеджером, дизайнером или разработчиком. Действуй. Создавай. Участвуй. Стань частью нового поколения IT-сообщества страны. Айталина, ну еще из ваших направлений это мир цифровизации, да? Создавай и играй. В прошлом году в Digital и IT входили хакатоны, турнир по игре Dota. А что у нас будет нынче? В этом году в рамках трека направления мир цифровизации у нас проводятся хакатоны. Вообще направление мир цифровизации является самым масштабным в МОСУ Старе, так как у нас участников по... Есть две категории. Категория А — это школьники с 7 по 11 класс, и категория Б — это студенты средних профобразовательных учреждений и высших учебно-образовательных учреждений. И по категории А мы ожидаем около 10 участников. То есть на сегодняшний день у нас около 5000 участников-школьников, и до 25 марта планируем охватить все районы республики, то есть чтобы в итоге у нас будет около 10 тысяч участников. И участники наши проходят онлайн-тестирование на сайте «Моя профессия IT». Некоторые команды, они проходят, соревнуются на хакатоне. Хакатон — это вообще конкурс для разработчиков, в котором они за короткий промежуток времени, за 2-3 дня, должны разработать какой-то программный продукт. То есть какой-то веб-сервис, либо мобильное приложение, либо компьютерная игра, мобильная игра. То есть в составе трех человек — это менеджер, разработчик и дизайнер — они должны разработать такой программный продукт, который в будущем будет полезен миру, республике, который будет иметь потенциал. То есть хакатон — это свое родное действие, в котором участвуют, как мы сказали, представители разных профессий, но тем не менее у них должен получиться единый продукт. И еще вот в чем особенность хакатонов? Я слышала, что это, например, когда проводят хакатоны, то участников даже, бывает, не выпускают вообще за пределы помещения, в котором они сидят. Неужели это вот все так строго? Да, у нас хакатон в этом году финальный состоится с 22 по 24 марта, и они будут сидеть с 9 утра и все 3 дня работать, даже ночью. То есть в этом пространстве. Это будет такой каворкинг-центр, они там будут знакомиться, будут думать про будущие проекты, знакомиться с другими участниками, что самое главное. И одна из целей хакатонов — это вообще познакомить студентов, школьников друг с другом, так как это наше будущее, будущее IT. То есть могут быть разновозрастные люди, да? Да. Совершенно. Смешанный состав команды. А, нет. Состав, получается, отдельный для школьников и отдельный для студентов. И сейчас каждый из районов республики и образовательные учреждения, они проводят отборочные этапы. И финалисты, в зависимости от количества заявок, которые они подали, для них дается определенная квота команд, и они попадают уже дальше на финал моей профессии IT. И вот, как показали на видео, ПИД, он проводится уже седьмой год. В этом году он проводится уже в рамках Мусу Стар и является масштабным событием. То есть это отборочный тур? Сейчас вот финал будет проводиться с 22 по 24. И дальше моя профессия IT, они планируют расшириться в России. То есть свой опыт уже передать другим коллегам из разных регионов России. И также вот приедут гости к нам из других регионов России, да, посмотреть на наш опыт, как мы проводим наш хакатон. И также они будут проводить у себя. И потом уже в конце этого года планируется такой всероссийский большой финал по хакатону, моей профессии IT. Здорово. А вот какова судьба обладателей главных премий фестиваля прошлого года? Вот такой же вопрос я хочу задать, так же, как и Николая задавала, да? Что вообще дала победа этим людям? Да, получается, что призовой фонд в основном это денежные средства, которые идут на развитие их проектов. И в прошлом году у нас были победители по моей профессии IT, которые уже внедрили свои продукты в жизнь, которые сейчас его поддерживают. И у них есть свои пользователи, они работают в хороших IT-компаниях и развивают нашу республику. Хорошо. Насколько я знаю, в этом году планируется киберспортивный турнир. Вот что сюда войдет? Да, это у нас отдельное направление, называется «Создавай и играй». В рамках этого направления у нас два конкурса. Первый этап – это у нас киберспортивный турнир по игре Dota 2. И второй этап – это у нас гонка дронов. То есть в киберспортивном турнире у нас участвуют сейчас, сейчас прямо проходят отборочные, там у нас заявилось 50 команд в составе пяти человек, то есть 250 участников. И из них в финал выбьются четыре команды, которые же 22 марта будут между собой разыгрывать первое место. Дальше финалисты, которые участвовали в этом турнире, они проходят на гонку дронов. Гонка дронов – это в этом году в первый раз проводится. И дальше финалисты гиберспортивного турнира будут участвовать и соревноваться в гонке дронов. Хорошо. Вопрос, который я адресую сразу обоим своим собеседникам. Что мы ожидаем вообще на финальных событиях фестиваля Мусу Старк? Пожалуйста, с Николая начнём. Кроме концерта-хедлайнера, будет ещё работать, как? Корнеры? Площадки. Площадки по направлениям, да. И каждое направление подготовила интересную программу. Там будут и мастер-классы, там будут и игры. У меня, например, по направлению «Воплощай, вдохновляй» будет мини-концерт. Как ранее уже говорил, по перспективе познания будет видеосъёмка для наставника-педагога. По поколению «Профи» будет игра. И ещё автограф-сессия от Романова Вячеслава Пандасаха, блогера. Очень известного нашего блогера, да? Хорошо. А у вас что планируется на вашем корнере? У меня в рамках направления «Двигай, достигай спорта» планируются мастер-классы по пяти настольным играм, которые являются очень интересными, необычными. И по корнеру, по направлению мерсифилизации у них планируется работа робота с искусственным интеллектом. То есть он будет рисовать картины на глазах у участников. Здорово. По их запросам, да. Очень интересно. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о хедлайнерах, да? О людях, собственно, ради которых стоит пойти на мероприятия, обязательно посмотреть, встретиться, хотя бы послушать их, увидеть. Да, как правильно сказали, у нас по спортивному направлению планируется очень много именитых хедлайнеров. Это семья Никита и Дарья Нагорные, наши олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике. Это художественные гимнастки Ксения Дудкина и Лала Крамаренко. И также планируется приезд Камилы Валиевой, то есть нашей фигуристки, да, которую мы все очень любим. Хорошо. И вот хотела бы спросить, вообще, каким образом отборочные туры проводились заранее перед фестивалем, перед конкурсом? Потому что, я думаю, многих интересует, каким образом можно попасть на эти отборочные туры, как можно принять участие в конкурсах. Ведь у нас сейчас во многих улусах наблюдается повышение интереса к профессии по IT-специальностям. Да, сейчас у нас отборочные туры проводятся самими районами, допустим, если говорить про школьников. На сегодняшний день около 30 районов приняли участие, и больше полутора тысяч участников было на хакатоне, и плюс 6 тысяч участников по онлайн-тестированию. Также проводились конкурсы, хакатоны в образовательных учреждениях, и также хотелось бы сказать, что мы сами являемся преподавателями, преподавателями колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета. Мы, в свою очередь, тоже проводили отборочный этап у себя в колледже, и у нас было 20 команд, и в финал выбилось 3 команды и плюс 2 резерва. То есть наши участники тоже будут участвовать на финале, наши студенты. — Хорошо, вот несколько слов расскажите, пожалуйста, о своём учебном заведении. Не все, к сожалению, знают о том, что у нас в Северо-Восточном федеральном университете есть ещё и колледж. — Да, вот мы с Николаем являемся коллегами кафедры эксплуатации и обслуживания информационных систем, и мы готовим будущих программистов, разработчиков, веб-разработчиков, системных администраторов, специалистов по информационной безопасности. И у нас сейчас обучается около тысячи студентов, будущих специалистов именно по IT. Потому что наблюдается, конечно, огромная популярность этой профессии, и ребята являются такими двигателями, можно сказать, всей молодёжи. Именно программисты, разработчики. — Где можно дополнительную информацию узнать о вашем колледже, об условиях поступления? — Можно узнать уже в приёмной комиссии Северо-Восточного федерального университета, и есть у нас отдельная приёмная комиссия именно в колледже. И могут нам позвонить, да, и спросить интересующие вопросы. — Да, все контакты есть на сайте СУФУ. — Да, на сайте СУФУ у нас есть свой телеграм-канал ещё. — Ну и в завершении нашего разговора, я думаю, что у вас есть прекрасная возможность ещё раз пригласить всех, кто интересуется направлениями нашего очень значимого события, да, молодёжного республиканского фестиваля «Мосу Стар», пригласить их на финал. — Ну, вообще это является, «Мосу Стар» является самым масштабным молодёжным фестивалем у нас в Республике Сахая Кутья, и у нас в фестивале участвуют самые талантливые, самые активные, самые современные участники, и мы всех приглашаем на участие в следующем году заранее, и также на финал у нас будут различные мероприятия на улице, и также участников фестиваля «Мосу Стар» ждут торжественные церемонии уже внутри «Триумфа». — Хорошо. Я благодарю вас за очень интересный рассказ, дорогие друзья. Это была программа «Якутск сегодня». Её подготовила и провела редактор Серглана Антонова. Всё вам доброго. До свидания.